Мне кажется, что многие аргументы, которые сегодня прозвучали, они как королевство кривых зеркал. То есть некоторые депутаты из провластных партий договорились про то, что министр иностранных дел Германии, президент Франции, президент Америки, это практически пророссийские сепаратисты. Когда они сказали, что Украине нужен мир и необходимо выполнять Минские соглашения. Это очевидно. Это хочет Украина. К этому пришли все мировые лидеры. Нет другого решения вопроса. А, конечно, вот такие радикальные и экстремистские акции в центре европейского города Киева, они 100% только пугают наших европейских партнеров, наших американских партнеров. Но самое плохое, что они могут на самом деле проходить и могут существовать только при попустительстве власти. По-другому это не может быть. Я бы очень хотел, чтобы все понимали, что вот та акция, которая прошла сегодня, то, что мы сейчас видим на экране, это не путь к миру. Это путь к войне, это путь к разрухе, это путь к нищенским пенсиям, к голоду. Это путь к тому, что у наших детей не будет будущего. Это путь фактически к разваленной нищей Украине. И ни в коем случае быть этого не должно.